Девушки отдыхают 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 чтобы это было интересно, в то же время пытались, чтобы было не только развлекательное кино, которое мы можем посмотреть в кинотеатре обычно, где-то зацепить какие-то социальные проблемы, где-то задуматься о жизни, о каких-то более глобальных вещах, возможно, экологии, где-то исторические фильмы, то есть такие разноплановые. Ну, я хочу сказать, что вчера вы меня после общения, скажем, пробудили интерес к фильму «Конверт», который я посмотрел на ночь, поэтому я думаю, что николаевцы тоже придут обязательно узнав, какие фильмы, что еще из фильмов, кроме фильма «Конверт» вы представили? Ну, вот про «Конверт» хотела бы немножко подробнее, потому что история меня тоже зацепила, я связалась с автором, с режиссером этого фильма напрямую, да, то есть, ну, в принципе, мы практически со всеми связывались напрямую, чтобы получить разрешение, соответственно, да, и фильмы в хорошем качестве, переводы, субтитры такая техническая достаточно непростая вещь, вот. История фильма на реальных событиях основана, то есть Евгений Петров, такой анонс, делай немножко, да, у него было такое хобби, причем это 1939 год, это Советский Союз, что он делал? Он писал письма, отправлял людям на вымышленный адрес, вымышленным адресатам, соответственно, письма через 2-3 недели, месяц возвращались, множество красивых иностранных марок, и он это коллекционировал, вот. И все было весело, замечательно до того момента, когда с Новой Зеландии пришел конверт с ответом, причем от того человека, который он писал, от тех событий, о которых писала в письме, вот такая мистическая история, поэтому рекомендую прийти, посмотреть. Да, будет достаточно интересно, я тоже уверяю вас. Я сказал, что вы связались со всеми создателями фильма, насколько отзывчиво они отнеслись к этой идее. И были ли те, кто сказали, к сожалению, не можем предоставить для просмотра? Да, но удивление, мы не получили ни одного отказа, то есть все навстречу идут, к правилу, это же фильмы, которые уже призеры, да, и, ну, каждый кинематограф, он хочет, чтобы детище увидело как можно больше людей, поэтому здесь вообще проблем не было. Единственное, некоторые фильмы, то есть, которые мы хотели показать, они были настолько там некоторые, либо звезды, либо тяжело найти просто контакты. Вот, казалось бы, мир интернета... А так, кинематографисты открытые люди. Открытые, очень открытые, да, и мы хотели вот еще больше украинских приглашать, но вот столкнулись с тем, что почему-то... Мы видим сейчас кадры. Вот, да, кадры из фильма. А, видимо, будут русские субтитры или перевод тоже? По-разному, как нам прислали, некоторые прислали уже с русским переводом, некоторые субтитры, то есть мы уже исходили из того, что у нас есть. Вот так, какие кадры побачиваешь? Так, интригу сделали, снова же таки, что это стосовно того же самого фильма «Кандиат». А что еще за фильмы будут, чтобы можно было рассказать еще? Так, еще будет интересный у нас исторический фильм, называется «Прикосновение ангела». Это о событиях Второй мировой войны, происходит в Польше, город Освенцим. Это гонение евреев и история мальчика одного, это уже пожилой человек. И интересно, что снято таким образом, не просто документальный фильм, где люди просто рассказывают историю, а интересные сценировки, которые люди как оживают. То есть очень хороший фильм, он тоже 13 международных наград занял на разных кинофестивалях, поэтому достаточно интересно. А по поводу кинофестиваля, это будет регулярно или вот такая разовая акция для Николаевцев, скажем так? На самом деле, хотелось бы сделать ее постоянной, но посмотрим, как отклик найдет аудитории, насколько это интересно нашим жителям. Хотелось бы, чтобы это как культурное было, знаете, такое событие, которое мы знаем, что каждый год он проходит у нас в городе. Чем еще будете радовать посетителей ваших? Я знаю про призы. Да. Открыл секрет. Да. Да, на самом деле не секрет, это у нас написано в афише. То есть мы хотели и привлечь больше зрителей, соответственно, мы сделали такую акцию, такой маркетинговый ход, можно сказать. Я сама маркетолог, просто поэтому... Знаете, на что давить. Да, 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 да. То есть, ну, в принципе, мы старались выбрать такие призы, которые вот не просто там где-то пойти выпить там пиво, да, какие-то вот такие, то есть у нас там боулинг, у нас бассейн, то есть такие... Кинотеатр тоже. А так и кинотеатр, да, потому что есть у нас киноаудитория. И каким образом будут определяться победители на эти призы? Да, то есть условия конкурса были таковы, что есть у нас группа ВКонтакте, вступаем, размещаем анонс мероприятий у себя на страничке и приходим на кинофестиваль, то есть обязательно присутствие. Там будет жеребьевка как-то проводиться или рандомно в интернете? Да, рандом орг, мы приготовим списочек и, в общем, кто пришел и кто по списку, тот... Вот так, еще будет возможность не только посмотреть бесплатно хороший фильм, но еще потом продолжить веселье. Да, да, да. Ну что ж, вот такие у нас вопросы были. Интересно, еще вот есть ли, возможно, идеи или уже контакты с другими создателями других фильмов, может, что бы показывать хотелось на втором фестивале? Потому что мы о нем уже говорим, я думаю, что на первом вы не остановитесь точно. Да, я тоже так думаю. А вот еще хочется... Я почувствовала такую боль киноматографа, да, вот показать свой фильм, премьера. Вот и в Украине много действительно ребят, которые снимают, достаточно неплохие фильмы на самом деле. Они тоже побеждают. Но показать, сделать премьеру, потому что даже когда выходишь на международный кинофестиваль, да, на какие-то площадки, то есть желательно, чтобы уже была премьера хотя бы национальная. То есть вот наш кинофестиваль, я думаю, сможет стать площадкой, где вот будут показываться. Да, действительно проблема, хочу сказать, очень остро стоит, потому что вчера, когда искал фильм в украинском дубриже «Этот конверт», понимаете, я увидел, что в Украине, оказывается, сколько фильмов за период с 10-го до 16-го года вышло и короткометражек, и полнометражный, в хорошем качестве с нашими украинскими артистами, но, к сожалению, мы их на широком формате, в широком экране, мы их не видим. Поэтому это действительно проблема, и надо это развивать, давать нашим мастерам выходить на широкую публику и презентовать не только в Украине, а, может, и на международных аренах. Вам спасибо за такую хорошую миссию, что вы ее делаете. Николаевцам несете культуру массой. Будем надеяться, что это не последняя наша встреча в эфире. Будем организовывать еще, еще, еще. Дякую вам. Нагадуем, что сегодня до нас завітала Оксана Гапаенко, организатор фестиваля короткометражного кино «Трудок». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова